Сегодня мы с вами поговорим по-испански и скажем, сколько нам лет, и мы узнаем, почему испанские дети обманывают родителей и во сколько они начинают обманывать их. А также за пять минут мы с вами освоим простое прошедшее время испанского языка. Поэтому устраивайся поудобнее и поехали! Оля, queridos amigos! Приветствую, друзья, на очередном свежем, новом занятии курса испанский по диалогам по методике АСИМИ. Диалог номер 22. Кто впервые на моем канале и случайно оказался на уроке испанского языка, хотел бы рассказать несколько слов о себе. Меня зовут Дмитрий, я полиглот, преподаватель иностранных языков, лингвокоуч и страстный увлеченный путешественник. Я говорю на данный момент на семи языках, половину из которых я освоил по собственной методике лингвокоучинга. Изучение языков легко, интересно и с удовольствием. И как раз именно на этом курсе мы с вами изучаем языки легко, интересно и с удовольствием. Если бы ты хотел таким способом изучать испанский язык и открывать вместе с нами новый мир благодаря испанскому языку, тогда подписывайся на мой канал, если ты это еще не сделал. Сделай красную кнопку, серый, обязательно нажми на колокольчик, иначе будешь пропускать уведомления от YouTube о новых видео. Ну и конечно жду лайк, если тебе нравится изучать испанский язык вместе с нами в нашем супер сообществе любителей испанского языка и вообще в целом иностранных языков. Итак, поехали. Занятие номер 22. Давайте с вами послушаем обобщающий диалог предыдущего занятия. Вы помните, в предыдущем занятии мы с вами качественно и быстро повторили весь изученный материал целого блока шести последних занятий. Но сейчас мы с вами послушаем этот объединенный обобщающий диалог. Поехали. Лекцион 21. Диалого рекапитулативо. Время-бошло. Продолжение следует. ¿Ya llevamos retraso? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? He olvidado el móvil en el banco. Hay que telefonear. Llegaremos con retraso al teatro. Tenemos que coger un taxi. ¿Qué te parece? ¡Vamos! Ok, vamos. Итак, понял ли ты весь диалог? Если ты не понял все содержание диалога, тебе что надо сделать? Конечно, вернуться к предыдущему занятию номер 21 и еще его несколько раз качественно прослушать и повторить вместе со мной и диктором. А сейчас мы приступаем к новому диалогу, в котором мы поговорим про возраст и во сколько лет испанские дети начинают обманывать родителей. Поехали. Поехали. Lección 22 ¿Qué edad tienes? ¿Por qué has mentido, Pablito? Yo no quería. ¿Cuántos años tienes? Cinco años y medio. Yo a tu edad no decía mentiras. ¿Y a qué edad empezaste, mamá? ¿Qué edad? Отлично. Диалог между мамой и ребенком. Ok. Если вдруг ты понял все и у тебя уровень чуть выше, чем мы идем по нашему курсу, предлагаю тебе задание для продвинутых. Еще раз перемотать видеозапись на начало диалога и по кусочкам его записать на бумагу и только потом перейти к анализу самого диалога, к которому мы приступим прямо сейчас. Если же тебе было мало что понятно, только отдельные слова, сейчас приступаем к самому диалогу, и все станет понятно. Итак, диалог называется ¿Qué edad tienes? Какой возраст ты имеешь? Дословно. Какой возраст имеешь? Если мы хотим сказать вы, то есть глагол tener иметь, я думаю, что спряжение глагола tener ты уже знаешь. Если нет, пожалуйста, повтори его. Итак, поехали по фразам. ¿Por qué has mentido? Почему ты солгал, обманул? Глагол mentir, обманывать, лгать. ¿Por qué has mentido? Pablito. Pablito. Видите, как Pablo, это Pablo, а Pablo, уменьшительная, ласкательная форма имени Pablo. Почему ты солгал, Pablo? Yo no quería. Yo no quería. Я не хотел. Смотрите, слово quería – это третье прошедшее основное время испанского языка. Вы на данный момент знаете одно время испанского языка. Видите, вот это «as mentido». Помните? Мы с вами его уже проходили. Quería – это третье прошедшее время испанского языка. Мы его изучим чуть позже. А сегодня будет второе прошедшее время форма эмписасты. Ну, наберитесь немножко терпения. Итак, yo no quería. Пока можно просто запомнить, как есть. Я не хотел. ¿Cuántos años tienes? Фраза у нас уже встречалась когда-то. ¿Cuántos años tienes? Сколько тебе лет? Видите, два способа сказать. ¿Qué edad tienes? Какой возраст ты имеешь? И дословно ¿cuántos años tienes? То есть два способа спросить о возрасте человека. И ребенок отвечает 5 años y medio. 5 лет и половина. Дословно 5 лет и половина. 5 с половиной. Yo atuidad. Я в твоем возрасте. Yo atuidad. No desir mentiras. Я не лгала, не говорила лжи. Глагол desir. Мы тоже тут используем в той же самой третьей форме в прошедшее время. Но об этом чуть позже, в следующих занятиях. В твоем возрасте я не говорила лжи. То есть я не лгала. И ребенок спрашивает. Ключевой вопрос. ¿Y a qué edad? А в каком возрасте? ¿Y a qué edad empezaste, mamá? И в каком возрасте ты начала, mamá? Empezaste. Об этой форме прошедшего времени мы поговорим буквально через несколько минут. ¿Y a qué edad empezaste, mamá? Да? Окей, отлично. Вот наш диалог. Давайте потренируем сначала произношение. Поехали. Громко вслух фразу за фразой. Лекцион 22. Громко вслух фразу. Лекцион 22. ¿Qué edad tienes? Громко вслух. Громко вслух. Громко вслух. Tienes. Сколько тебе лет? ¿Cuántos años tienes? Форма usted. Вы. Вежливая форма. Вы видите, tú и usted вам говорить не надо. Ты и вам мы не говорим. В испанском языке, вы знаете, это убирается, потому что по окончанию глагола мы понимаем. Tienes – это только tú tienes. Поэтому tú лишнее. Ты. tiene, это может быть он, она, либо вы, но если мы спрашиваем незнакомого человека, ¿cuántos años tiene? Конечно, понятно, что сколько вам лет. И вариант ответа, tengo treinta y ocho años, tengo treinta y ocho años, мне 38 лет. ¿Qué da tienes, tu, mi amigo? А сколько тебе лет, мой друг, пожалуйста, в комментариях напиши, сколько тебе лет. Прямо сейчас нажми на паузу и напиши, tengo, столько-то, años. Числительное мы с вами тоже уже в испанском языке проходили. Отлично, теперь я буду знать, сколько лет моим слушателям курса испанский по диалогам. Итак, прошедшее время, preterito indefinido, оно называется официально, если вы говорите на английском языке, это, соответственно, практически 100% past simple, прошедшее простое время. То есть мы его используем. Вот тут я написал умные слова, не умные слова, а когда мы используем. Можете прочитать, нажать на стоп и прочитать. Но основная идея какая? Мы его используем, когда говорим о конкретном времени в прошлом. Когда мы конкретизируем. Вчера, в два часа, час назад, на прошлой неделе, в 2005 году. То есть, когда по контексту мы говорим о конкретном времени в прошлом. Понимаете? Вот как я сказал, да? Слова-указатели, есть специальные слова-указатели, давайте их прочитаем. Аер, вчера. Все, что происходило вчера, и вы рассказываете, это только это время. Но, конечно, это только слова-маркеры. То есть все слова, как аер, все спасадо, на прошлой неделе, в прошлом месяце, в прошлом году. Асе-назад, да? Четыре часа назад, пять дней назад, два месяца назад. Чувствуете? Вы в каком-то году. En dos mil veinti uno, в 2021 году. То есть, когда мы ставим предложение, указатель времени, мы знаем, о каком периоде говорим, и он закончился, мы используем это время. Это очень кратко, основное отличие от других времен прошедшего времени в испанском языке. Об этом мы еще будем говорить чуть подробнее. Сегодня только база этого времени, прошедшего простого. Как мы его образуем? Вы знаете, что в испанском языке у нас есть три группы глаголов. Группы первая, которая на а-р, а-р заканчивается, байлар, э-р, бэ-бэр, глаголы второй группы, и салир, ир, глаголы третьей группы. Итак, мы берем с вами основу байль, например, бэйб, саль. То есть мы убираем последних две буквы окончания, которые соответствуют, кроме что делать, и добавляем те окончания, которые выделены жирным шрифтом. Посмотрите, давайте их прочитаем. И большинство из них, но не большинство из них, они ударные. Вы помните, если стоит ударение, палочка сверху, значит, мы его ударяем. Если палочки нет, мы с вами следуем следующему правилу. Либо у нас ударяется последний слог, если он заканчивается на гласную, например, вернее, на согласную, допустим, какое слово? Доктор. А если оканчивается на гласную, как касадо, мы ударяем предпоследний слог. Но у нас есть исключение. Если у нас слово заканчивается на эс, либо эн, у нас ударение падает на предпоследний слог. Об этом я говорил в начальных уроках испанского по диалогам. Пожалуйста, верните к этому, если подзабыл про ударение в испанском языке. Итак, поехали. Yo bailé. Я танцевал. Tú bailaste. Él bailó. Nosotros bailamos. Vosotros bailasteis. Ellos bailaron. Yo bebi. Tú bebiste. Él bebió. Nosotros bebimos. Vosotros bebisteis. Ellos bebieron. Salir. Yo salí. Tú saliste. Él salió. Nosotros salimos. Vosotros salisteis. Ellos salieron. Ellos salieron. Окей? Отлично. Я что рекомендую? Прямо эту табличку выписать. Выпишите. Я вам говорил, помните, делать закладки из какой-то плотной бумаги? Можно вот такие, как закладка для книг, чуть больше. Выпишите вот эту прямо табличку. Лучше сделать это руками, выписать. И тогда у вас будет материал запоминаться гораздо эффективнее. Лучше выписать своими руками. Можете подчеркнуть разными цветами окончания. К грамматике я всегда отношусь так, что грамматику надо изучать интуитивно, по диалогам. То есть, может быть, не уча грамматику прямо часами. Но необходимо заложить фундамент грамматики. Вот здесь надо немножко поднапрячься. В каком плане поднапрячься? Выучить, освоить основные времена, к примеру. И прямо довести до автоматизма. Вот к спряжению глаголов в основных временах я всегда отношусь очень прямо щепетильно. Я всегда прошу от моих учеников, требую даже от моих учеников, чтобы они уделяли этому большое внимание. Можете брать один глагол испанского языка и в день его вспрягать. В настоящем вы уже знаете настоящее время. Вы знаете одно прошедшее время. Сегодня второе прошедшее. И на прошлом занятии у нас было будущее время. Смотрите, вы уже знаете раз, два, три, четыре времени испанского языка. Потом у нас еще добавится в будущем второе, третье прошедшее, помните, которое в диалоге было. А сейчас у вас уже есть четыре временных формы. Пожалуйста, тренируйтесь с ними, хорошо? А сейчас давайте с вами поработаем со словами. Как всегда в приложении Quizlet, дайте мне минутку. И мы с вами на том занятии не успели проработать слова того, обобщающего диалога. Давайте сделаем это вместе сейчас. Два диалога. Итак, прошлый диалог и этот диалог. ¿Qué hora es, por favor? Который час, пожалуйста. Son las ocho menos diez y ya y vamos retraso. Сейчас 19.50 и мы уже опаздываем. Oh no, oh нет. ¿Qué pasa? Что случилось? He olvidado el móvil en el banco. Я забыл телефон в банке. Давайте немного увеличу, чтобы вам было крупнее смотреть на экране. Я обычно так делаю. Дальше. Hay que telefonar. Нужно позвонить. Yegaremos con retraso al teatro. Мы опоздаем в театр. Tenemos que coger un taxi. Нам нужно поймать такси. ¿Qué te parece? Что скажешь? Vamos. Давай. Пошли. ¿Qué edad tienes? Сколько тебе лет? ¿Por qué has mentido, Pablito? Почему ты солгал, Pablito? Yo no quería. Я не хотел. ¿Cuántos años tienes? Сколько тебе лет? Cinco años y medio. Пять с половиной. Yo at tu edad no decía mentiras. Я в том возрасте не лгалал. ¿Y a qué edad empezaste, mamá? А в каком возрасте ты начала, mamá? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Сколько вам лет? Tengo treinta ocho años. Мне тридцать восемь. Отлично. И давайте сейчас с русского на испанский. Постарайтесь до меня вспомнить, как это сказать. Который час, пожалуйста. ¿Qué hora es? Por favor. Сейчас девятнадцать пятьдесят. Без десяти восемь. И мы уже опаздываем. Son las ocho, menos diez, y ya y vamos retraso. Oh, нет. Oh, no. Что случилось? ¿Qué pasa? Я забыл телефон в банке. He olvidado el móvil en el banco. Нужно позвонить. Hay que telefonear. Мы опоздаем в театр. Llegaremos con retraso al teatro. Нам нужно поймать такси. Tenemos que coger un такси. Что скажешь? ¿Qué te parece? Давай, пошли. Vamos. Сколько тебе лет? ¿Qué edad tienes? Почему ты солгал, Пablito? ¿Por qué has mentido, Пablito? Я не хотел. Yo no quería. Сколько тебе лет? ¿Cuántos años tienes? Пять с половиной. Cinco años y medio. Я в том возрасте не лгала. Yo a tu edad no decía mentiras. ¿A v cómo возрасте te начала, mamá? ¿Y a qué edad empezaste, mamá? Сколько вам лет? ¿Cuántos años tienes? Мне 38. Tengo 38 años. Отлично, друзья. Быстро, но качественно проработали наши слова двух занятий. Итак, суперправило. Сейчас сделаю чуть поменьше. Суперправило. Ты помнишь, пожалуйста, проработай новые, свежие, новые, свежие занятия несколько раз, пока не почувствуешь неуверенность в использовании основных фраз и грамматического материала. Домашнее задание. Прямо сейчас поставь на паузу и возьми любой глагол испанского языка. В испанском языке есть неправильный глагол. Об этом чуть позже. Но возьми правильный глагол, их большинство, я думаю, что тебе, скорее всего, попадется правильный глагол и проспрягай в новом прошедшем времени. В новом прошедшем времени, который мы изучили. Прямо сейчас поставь на паузу, проспрягай и пришли его. Отлично. Я обязательно прочитаю твое спряжение, твоего глагола, который ты выбрал в испанском языке. Как тебе сегодняшнее задание? Занятие, задание, занятие. Пожалуйста, поставь лайк, лайк, если занятие понравилось. Сегодня мы с вами поговорили о возрасте. Мы узнали, во сколько лет испанские дети начинают обманывать родителей. А также мы с вами за пять минут освоили самое основное базовое, фундамент прошедшего в настоящее время в испанском языке. И, конечно, поработали со словами. Мы просто молодцы. Мы отлично продвинулись в испанском языке за наших 20 минут. Буду очень рад, если ты будешь делиться ссылкой на это видео, на мой канал, где твои знакомые, друзья, все-все могут изучать четыре языка по диалогам по методике линго-коучинга. Давай вместе расширять наше сообщество поливода. А я с тобой прощаюсь. До следующего занятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ciao.